Друзья, если у вас нет возможности читать повесть Джека Лондона «Белый клык», смотрите это видео. Это история о жизни приручённого волка во время золотой лихорадки на Аляске в конце XIX века. Написал повесть Лондон в 1905 году. Итак, представьте замёрзшую реку в тёмном лесу. Очень холодно. По реке двигалась упряжка издавых собак. На санях лежал ящик. Были там и другие вещи, но то фигня. Ящик – вот что занимало больше всего места на санях. Впереди собак тяжело ступал человек. За санями шёл второй. Ну а третий лежал в том ящике. Мёртвый. Местная природа оказалась сильнее его. Сломила. Вскоре вдалеке послышался вой голодных волков. Парни остановились на привал. Развели костёр. Одного звали Генри, другого – Билл. Билл сказал, что дал шести собакам шесть рыб. Но одной рыбы одной собаки не хватило. Из мешка пришлось ещё одну рыбу достать. «Там был кто-то седьмой. Он убежал. Я видел», – сказал Билл. «Да нет. Фигня. Тебе кажется, Билл». Тогда Билл показал Генри следы на снегу той седьмой собаки. Вокруг был слышен дикий вой. Испуганные собаки сели поближе к костру. Билл сказал, что он не понимает того чувака, труп которого лежал в гробу. «Генри, вот скажи мне, нафига ему, богатому мужику, нужно было сюда ехать?» «Да. Странный он был», – ответил Генри. В темноте были видны глаза волков. Много глаз. Волки кружили вокруг их стоянки. «А у нас патронов мало. Всего три», – сказал Билл. Генри уже почти спал. Тогда Билл спросил, почему собаки не накинулись на чужака, когда рыбу ели. «Билл, спи. Завтра утром разберёмся». Через какое-то время Билл проснулся. Подкинул дров в костёр. «Генри…» А собак снова семь. Но Генри было не до этого. Он спать хотел. Когда утром проснулись, посчитали собак. Было пять. Парни собрали вещи и пошли дальше. Рассвело только около девяти. А около пятнадцати часов снова стало темно. И снова вокруг появился вой волков. Билл постоянно ныл. Говорил, что вот было бы хорошо сейчас оказаться где-нибудь в тепле, в другом месте. Генри уже достал это нытьё. Утром парни не досчитались ещё одной собаки. Позавтракали молча и поехали дальше по снежной пустыне. Перед сном парни обратили внимание, что с каждым днём волки подходят всё ближе и ближе. В круг, освещенный костром, проник зверь, похожий на собаку. Это была волчица. Парни поняли, что она выманивала собаку и уводила её к своим, где её разрывали. Утром ещё на одну собаку стало меньше. А в пути за ними следовала та волчица. Парни решили один патрон использовать на неё. Билл аккуратно взял ружьё. И тут волчица мигом скрылась в темноте. Три собаки очень устали. Потому остановку пришлось сделать раньше. За ночь не пропало ни одной собаки. Парни поехали дальше. На одном из поворотов сани перевернулись. Пока парни приводили их в порядок, одна собака сбежала. Она увидела волчицу и побежала к ней. Когда кобель видит самку, он перестаёт думать. А потом парни видели, как собака снова побежала к ним. Но сразу же появились и волки. Билл с ружьём пошёл на помощь собаке. А Генри сел на сани и смотрел, что будет дальше. Послышались три выстрела. Билла он так и не дождался. Вместе с оставшимися двумя собаками он пошёл дальше. Теперь и он тянул сани наравне с собаками. Ночью волки окружили костёр тесным кольцом. Генри был вынужден развести огонь побольше. Ни о каком сне не могло быть и речи. Генри понял, что становится очень опасно. Когда рассвело, он смог поднять гроб на деревья, чтобы волки его не достали. Пустые сани ехали намного веселее. Спасение было в ближайшем форте. Нужно было добраться туда. А худые волки бежали сзади. Когда стал осмеркаться, Генри подготовил на ночь очень много хвороста. Он не спал прошлую ночь, потому сегодня спать очень хотелось. Ночью проснулся. Прямо на него смотрел огромный волк. А вокруг было ещё около двадцати волков. Страшно ёпта. Потом он увидел ту самую волчицу. Она тоже смотрела на него. Из пасти у неё капала слюна. Всю ночь Генри отбивался от стаи горящими головнями. Наступило утро. На этот раз дневной свет не прогнал волков. Генри тронулся в путь. Но едва он вышел из-под защиты огня, как на него бросился самый смелый волк из стаи. Он промахнулся, потому что Генри успел отпрыгнуть. Другие волки тоже полезли к человеку. Генри отбивался от них горящими головнями. Этой ночью он спал, несмотря на постоянное рычание. Ему снился форт. Там было тепло. А снаружи выли волки. А потом он проснулся от того, что звери вцепились в него. Он прыгнул к костру и рукавицами стал разбрасывать вокруг горящие угли. Собак уже не было. Генри находился внутри огненного кольца. Начало светать. Запасы хвороста заканчивались. Волки не выпускали его из кольца. Генри понимал, что скоро его растерзают звери. Сил бороться уже не было. Он заснул. Когда проснулся, то увидел перед собой волчицу. А потом вдруг волки исчезли. Где-то вдалеке были слышны людские голоса «Собачий лай». К нему подошли люди. Первым делом спросили, где лорд Альфред. «В гробу, на деревьях», – ответил Генри и снова заснул. Волчица первой услышала звуки людей и оставила почти загнанную жертву. Стая последовала за ней. У этой волчицы было много поклонников – вожак, старый одноглазый волк и молодой волк. Наконец волки увидели лося – крупного самца. Но у того против волков шансов не было. Они взяли лося количеством. Наконец-то волки наелись. Голод кончился. Волки добрались до богатых дичью мест. А потом стая разделилась на две стаи. Вожак, одноглазый, молодой и волчица повели свою стаю на восток. И их стая потихоньку уменьшалась. Волки уходили парами. Наконец их осталось четверо. Волчица никому не давала. А самцы между собой постоянно ссорились. И вот однажды вожак и одноглазый вдвоём справились с молодым. Волчица лежала спокойно в сторонке, улыбалась и наблюдала, как самцы из-за неё дрались. Когда молодой волк был повержен, вожак имел неосторожность отвернуться от одноглазого. Тот, недолго думая, вцепился в вожаку в шею. И вот старый одноглазый волк оказался победителем среди двух молодых и сильных. Волчица ему сразу дала. Они вместе охотились, вместе ели. Иногда встречали других волков. Но одноглазый всех отгонял. Однажды они набрели на индейское поселение. Для одноглазого оно было в новинку. А вот волчица его хорошо знала. Они вернулись в лес. Но всё равно посёлок манил волчицу. Они крутились рядом, пока однажды в них не выстрелили. Тогда волки от греха подальше бежали оттуда три дня. Волчица уже была беременной. Она искала место для логовища. И нашла подходящую пещеру у замёрзшей реки. Был апрель. Волчица лежала в пещере, а еду добывал одноглазый. Но как-то не очень удачно добывал. Волчица родила пять малышей. Она не подпускала одноглазого к ним. На всякий случай. Чтобы не съел их. Теперь волку нужно было искать еду на семерых. Он убежал далеко в поисках пищи. Нашёл куропатку и побежал домой. По дороге встретил крупную самку рыси. Она охотилась за дикобразом. Волк тихо смотрел на эту охоту. Прошёл час. Дикобраз не открывался. И рысь и волк ждали. Наконец рысь дождалась. Дикобраз открылся, и рысь сразу бросилась на него. Она распорола ему брюхо, а он успел ударить её лапу своими иголками. Рысь взвыла от боли и убежала оттуда. И тогда волк подошёл к дикобразу и стал ждать, пока тот умрёт. Волк сам съел куропатку, а дикобраза понёс в пещеру. Один волчонок сильно отличался от своих братьев и сестёр. Он был единственным серым малышом. Остальные пошли в мать – рыжие. Он был сильнее и злее других. И первым хотел выбраться из пещеры на свет. Отцу не всегда удавалось приносить еду. Потому малыши рано узнали, что такое голод. Тогда и мать тоже стала выходить на охоту. В общем, скоро два братика и две сестрёнки умерли от голода. Малыш остался единственным. А потом и Одноглазый исчез. Он стал жертвой рыси. Волчонок подолгу оставался в пещере сам, пока мать ходила в поисках еды. И однажды он насмелился выйти из пещеры. Перед ним открылся целый мир. Волчонок сразу же кубарем скатился по откосу. Было больно, и он завизжал. И от боли, и от ужаса, который испытал вдали от родной пещеры. Он огляделся. Увидел белку, птицу, деревья. Для себя решил, что вещи в мире делятся на две категории – живые и неживые. Первых нужно опасаться, вторых нет. Изучая окружающий мир, он свалился в гнездо куропатки, где было семь птенцов. Инстинкты подсказали, что нужно делать. И одного птенца он съел. Ммм… Ями-ями. Вкусно же! И он съел сразу всех. И тут на него налетела яростная куропатка-мать. Волчонок отбивался, как мог. Повредил ей крыло. А она больно клевала его в нос. Тогда малыш убежал от куропатки и чудом избежал когтей ястреба. Он видел, как ястреб поймал куропатку. Внешний мир таил много опасностей. Волчонок пошёл к реке. Ну и упал в неё. Вода попала в лёгкие, было страшно. Но потом он поплыл. На середине ручья его подхватило течение и понесло вниз. Вскоре он выбрался на берег. И уже там вспомнил о матери. Волчонок пошёл искать свою пещеру. Увидел Ласку с детёнышем. А потом почувствовал её зубы на своей шее. Ласка отпустила его, забрала своего малыша и скрылась. А потом она вернулась, чтобы атаковать его. Ласка прыгнула и вцепилась в горло. Быть беде, если бы не мама. Она выскочила из-за кустов и спасла малыша. Волки съели эту Ласку, вернулись в пещеру и легли спать. Каждый день волчонок выходил из пещеры и уходил от неё всё дальше и дальше. Он учился законам жизни. Снова наступил голод. Трудности при добыче еды развивали волчонка ещё быстрее. Как-то мать принесла детёныша той самой рыси, которая убила его отца. А до этого мать съела всех её детёнышей. Волчонок сытно поел и лёг спать. Проснулся от того, что мать рычала. Эта рысь пришла мстить. Тогда волчонок тоже зарычал и встал рядом с матерью. Мать его оттолкнула и начала схватку с рысью. Волчонок наблюдал, а потом зубами вцепился рыси в заднюю ногу. Лапой рысь разорвала волчонку плечо до самой кости. Мать победила, хотя и сама была очень потрёпана. Она неделю восстанавливалась. Всё это время они ели рысь. Волчонок стал ходить с матерью на охоту. Он видел, как она добывает дичь. И понял, что сущность жизни – это добыча. Жизнь питается жизнью. Всё живое в мире делится на тех, кто ест и тех, кого едят. Закон жизни простой – ешь сам или съедят тебя самого. Как-то забыв про осторожность, волчонок спустился к ручью попить воды. И вдруг он увидел пять живых существ. Раньше он таких не видел. Они молча сидели и наблюдали за ним. Волчонок ещё никогда не видел человека, но инстинктивно понял всё его могущество. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он покорно припал к земле, скованный страхом. Индеец подошёл к нему. Волчонок оскалился. – Посмотрите, какие у него белые клыки, – сказал индеец друзьям. Он захотел взять волчонка себе. Тогда волчонок укусил его за руку и сразу в ответ получил несколько ударов по голове. Волчонок стал смирным. И тут появилась мать, которая услышала его плащ. Она готова была вступить в неравный бой. И тут один индеец позвал её. – Кичи! Волчица припала к земле и завиляла хвостом. Люди подошли к ней и стали гладить. Волчонок ничего не понимал. Кичи была наполовину волком, наполовину собакой. Её мать была собакой, которую когда-то хозяин специально на три ночи привязал в лесу, чтобы она спарилась с волком. Кичи сбежала от индейцев год назад, потому что тогда был голод, и собакам не хватало мяса. Индеец Серый Бобр дал волчонку кличку – Белый Клык. И сказал, что теперь и Кичи, и Клык принадлежат ему. Потому что Кичи ранее принадлежала его умершему брату. Очень скоро на тропинку вышло всё индейское племя. Они искали новое место обитания. Потому у людей собой было много вещей. А ещё много вещей несли на себе собаки. Клык никогда ранее не видел собак. Они набросились на него. И только благодаря людям, которые отогнали их, волчонок остался невредим. Клык понял, что люди – существа справедливые. И странно – они не кусались, не царапались, а пользовались неживыми предметами. Они были словно боги. Его с матерью привязали к палке и повели вместе со всеми. Белый Клык изучал поселение людей. Ему всё было в новинку. Выяснял отношения с другими щенками. Пробовал носом и языком огонь. К вечеру он утомился и понял, что спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Мать сидела на привязи, а он спокойно гулял вокруг. Клык с каждым днём убеждался в могуществе людей. Да они даже огня не боялись. Они камни могли кидать. Они палками могли бить. Но и покушать они давали. Клык понял, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры. И от них, скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. Больше всего жизнь Клыку отравлял щенок Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Клык с ним постоянно дрался и постоянно проигрывал. Когда Клык хотел поиграть с другими щенками, прибегал тот дебил и прогонял его. Из-за этого Клык становился злее, агрессивнее, но и умнее или хитрее. Однажды Лип-Лип бежал за Клыком. Так волчонок прибежал к матери. И она так отмодохала засранца, что тот надолго забыл о Клыке. Пришло время, когда Серый Бобр отвязал Кичи. Он был уверен, что она уже не сбежит. Клык с матерью вышли на опушку леса. Лес манил его. Но Кичи вернулась в посёлок. И Клык пошёл за ней. А вскоре Серый Бобр отдал Кичи в уплату долга другому индейцу. Тот посадил её в пирогу и отплыл по реке. Клык поплыл за матерью. Тогда Серый Бобр на пироге поплыл за ним. Достал из воды и хорошо навалял ему. Клык сопротивлялся, кусался. И человек бил его ещё сильнее. Наконец Волчонок понял, что с человеком он не справится. И что никогда нельзя кусать человека. Когда обессиленный Клык оказался на берегу, на него набросился Лип-Лип. И тогда человек с ноги зарядил ему. Лип-Лип улетел далеко. А ночью Клык выл от горя по матери. Тогда вышел Серый Бобр и снова навалял Клыку. Волчонок понял, что выть нельзя. Сбежать он не мог, потому что думал, что здесь дождётся мать. К хозяину он стал привыкать, потому что он был справедлив. Без дела не бил. Но и никогда не гладил. Вскоре в посёлке все знали, что если где-то начиналась собачья грызня или у кого-то пропадал кусок мяса – это постарался Клык. Все собаки присоединились к Лип-Липу и травили чужака. Такая жизнь только сильнее закаляла характер волка. Его челюсти не были настолько сильны, чтобы прокусить обидчику горло. Но однажды это случилось. И щенок испустил дух. В посёлке заволновались. Люди пришли к Вигваму Серого Бобра. Тот их всех послал подальше, а Клыка защитил. Клыка возненавидели не только собаки, но и люди. Ему каждую минуту грозила опасность. Рычать Клык научился страшнее всех. Потому многие собаки боялись бегать поодиночке. В проворстве, хитрости, беге никто не мог с ним сравниться. Он был выносливее, злее и умнее всех остальных собак. Если бы он не был таким, его бы давно уже загрызли. Когда приближалась осень, индейцы начали разбирать летние Вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. И вот в этой суматохе Клык сбежал в лес. Он слышал, как его искал хозяин, но к нему не вышел. Целый день он радостно бегал на свободе, а вечером ему стало одиноко. Потом ему стало холодно. У Вигвама ведь было тепло. Да и еда всегда была по расписанию. А сейчас он был голоден. Клык понял, что разучился добывать себе еду. «Да ну его нафиг!» – решил Клык и побежал к посёлку, к людям. А посёлка-то уже не было. «И чё теперь делать?» – подумал Клык. Он лёг на том месте, где стоял Вигвам хозяина и завыл. Утром он побежал вдоль реки. Бежал весь день. Без отдыха. Он ведь не мог подумать, что люди могли выйти на другой берег. Клык бежал всю ночь и потом ещё полдня, пока не почувствовал, что есть, блин, хочется. Да ещё и снег пошёл. В эту ночь Серый Бобр подстрелил лося. И пока он охотился, то оставил много своих следов в лесу. Вот эти следы и почуял Клык и с радостью прибежал к хозяину. Вот только он думал, что его станут бить. И очень тихонько на брюхе подполз к хозяину. Он дрожал. Но хозяин вместо того, чтобы ударить его, дал ему кусок сала и мяса. Серый Бобр следил, чтобы другие собаки не мешали ему есть. В середине декабря хозяин с женой и сыном отправился вверх по реке. Их сани везли собаки. Белого Клыка тоже запрягли. Упряжка состояла из семи собак. Сын хозяина митца видел, что Лип-Лип плохо относился к Клыку. Потому решил проучить его. Он хитростью подбил всех других собак против Лип-Липа. Люди путешествовали несколько месяцев. Из-за того, что хозяин никогда не ласкал Клыка, волк не испытывал к нему привязанности. Боялся, но не любил. Он ещё не знал, как это приятно, когда хозяин любит свою собаку. В одном из посёлков Клык подобрал кусок мяса, который отлетел от туши лося, которую рубил мальчик. Так потом этот мальчик с дубиной побежал за Клыком, чтобы наказать его. Загнал в тупик. Клык не чувствовал за собой никакой вины. Потому набросился на мальчика и прокусил ему руку. Клык понимал, что реально накосячил. И побежал к хозяину. Родители мальчика пришли к Серому Бобру. Он их послал подальше. – Сам напросился ваш мальчик. И тогда Клык понял, что ему нельзя кусать своих, а чужих можно. В тот же день он с сыном хозяина митца был в лесу. Там они встретили мальчишек, среди которых был и укушенный. Мальчишки набросились на митца. Били его. Клык смотрел на всё это дело, а потом догнал, что это же своего бьют. И бросился в бой. А кровавленные мальчишки разбежались. Сын рассказал об этом отцу. И хозяин дал Клыку много мяса. – Значит, всё правильно сделал, – понял Клык. И ещё он понял, что нужно охранять имущество хозяина. Со временем Клык поймал много воришек. Прошло много месяцев. Клык почти совсем забыл о своей матери. Он был очень предан своему хозяину. В апреле хозяин вернулся в старый посёлок. Волку исполнился год. В его внешнем облике ничего не было от собаки. А вот в характере что-то оставалось. За время отсутствия Клык набрался сил. Теперь тех собак, которые его раньше гоняли, он не боялся. Однажды в середине лета Клык с индейцами ходил на охоту. И там он встретил мать. Клык помнил её очень смутно. А она его вообще забыла. Более того, когда Клык к ней приблизился, она на него напала. Волчицы забывают своих волчат, которым исполняется больше года. Сейчас Клык для неё был чужаком. И Кичи защищала своё новое потомство. Самцы с самками не дерутся, потому Клык ушёл. Прошло ещё несколько месяцев. Клык стал крупнее. Хоть по виду он был волком, но вёл себя как собака. Хозяин ценил его ещё больше. Клык не мог выносить только одного – когда люди над ним смеялись. От этого он приходил в ярость. Когда Клыку ушёл третий год, индейцев постиг голод. Рыба не ловилась, олени куда-то ушли. Индейцы ели свои макасины и кожаные рукавицы, а собаки свою упряжь. Потом собаки ели друг друга, а люди собак. Уцелевшие собаки, понимая, что их ждёт та же участь, убегали в лес, где становились жертвами волков. Белый Клык тоже убежал в лес. Ловил белок, выкапывал мышей из норок, воровал еду из ловушек, которые люди ставили на дичь. Однажды Клык загрыз молодого волка. А ещё однажды стая волков гналась за ним, но он смог сбежать от них. Более того, он отбежал их и загрыз отстающего. Белый Клык пошёл туда, где родился. Там он снова встретил Кичи. Все её детки умерли от голода. Клык побежал дальше. Ранним летом, когда голодовка подходила к концу, Клык в лесу встретил Лип-Липа. Волк был в прекрасном состоянии, потому что ел много. Клык набросился, как молния. У собаки шансов не было. А вскоре Клык вышел на берег реки и увидел там посёлок индейцев. Принюхался, присмотрелся и понял, что в посёлке жили сытые люди. Тогда он пошёл к вигваму хозяина. Когда Клык стал вожаком упряжки, остальные собаки его возненавидели. Ведь теперь Митца подкидывал ему лишние куски мяса. Да и сам Клык тоже ненавидел остальных собак. Клыку очень не нравилось быть ездовым. Но ничего не поделаешь. Такова воля двуногих богов. С вора собак нападала на Клыка с копом. И всегда собаки держались вместе, чтобы Клык поодиночке с ними не разобрался. К тому времени Клыку уже было 5 лет. Хозяин, Серый Бобр, снова взял Клыка в длинное путешествие. Волк стал опытным бойцом. Умел правильно драться. Распределял свои силы. Однажды летом Клык попал в форт Юкон. Он находился по пути золотоискателей к рудникам. Потому их в Юконе было очень много. Это было время золотой лихорадки. И Серый Бобр тоже решил попытать счастье. Только он не золото приехал искать, а заработать бабосиков на лошариках. Он продавал макосины и рукавицы. Причём с дикой накруткой. В форте Юкон Клык впервые увидел белых людей. Они были богами ещё более высокого уровня, чем индейцы. Потому Клык вообще боялся приближаться к ним. Белые строили большие дома, у них был пароход. И белых было так много. А вот их собаки были очень странными. Такими разными. Да ещё и драться не умели. Многих из них Клык убивал и оставлял тело на растерзание другим собакам. А сам стоял и смотрел. Типа он здесь не при делах. А тех собак белые наказывали. Однажды Клык видел, как белый человек в отместку за смерть своего сеттера из какой-то маленькой штучки очень быстро убил 6 собак. Тем временем Серый Бобр продавал свой товар и богател. А Клык с другими индейскими собаками встречали пароход, быстро разрывали первых собак, которые сходили с него и убегали. Те люди, которые в форте жили долго, всегда выходили посмотреть на то, как собаки разрывали новичков. И видели, какую роль в этих драках играл Клык. Был среди этих людей один тип, которому такое зрелище доставляло особое удовольствие. Он давно положил глаз на Клыка. Его называли Красавчиком Смитом. Он был очень уродлив, низкий, худой. Глаза были огромными и широко расставленными. Его знали, как жалкого труса. Он был поваром, мыл посуду и ещё разнорабочим. Смит несколько раз пытался подойти к Клыку. Но тот чуял в нём плохого человека и потому всякий раз скалил на него зубы. Однажды Смит пришёл к Серому Бобру поговорить. Бобр отказался продавать волка. Денег он и так заработал. А такого, как Клык, больше ни у кого нет. Но Смит не терял надежды. Он знал, что индейцы любят бухать. Потому стал часто приходить к Бобру и приносил с собой бутылку. И Серый Бобр начал спиваться. Заработанные деньги он пропивал. И в конце концов ничего не осталось. Ни денег, ни товара, ни душевного спокойствия. Тогда Смит снова завёл разговор о продаже Клыка. Но не за доллары, а за бутылки виски. – Если сможешь его поймать, забирай, – сказал индеец. Серый Бобр взял бутылки. А через два дня Смит сказал индейцу самому поймать Клыка. Тогда Серый Бобр обвязал ремень вокруг шеи Клыка. А когда пришёл Смит, то передал ему волка. Пришлось очень сильно его избить, чтобы тот пошёл за Смитом. Когда они оказались дома, Клык легко перегрыз ремень и снова прибежал к Серому Бобру. Утром индеец отвёл Клыка белому человеку. Смит палкой и хлыстом бил волка так жестоко, как до этого никто и никогда его не бил. Смит вымещал на беззащитном животном все обиды, которые ему доставались от людей. В конце концов Клык понял, что Смит стал его новым хозяином. На ночь Смит привязал Клыка с палкой. До этого ни одна собака не перегрызала палку. Но несколько часов трудов и Клык снова был на свободе. И он снова прибежал к Серому Бобру. И снова индеец отвёл его Смиту. На этот раз Смит бил Клыка ещё сильнее. После избиения волк был чуть жив. Он еле-еле дышал. Через несколько дней Серый Бобр протрезвел и поплыл домой. А Смит со временем понял, что волк становится сущим дьяволом, когда над ним смеются. И специально смехом выводил из себя Клыка. Клык начал ненавидеть всех подряд, но больше всего – Смита. А потом стало понятно, для чего Смит так издевался над ним. Человек хотел зарабатывать на Клыке деньги. Первой собакой, которую к нему подпустили, был Мастиф. Клык с ним легко справился. А Смит заработал денег. Клык ждал этих боёв. Ведь там он мог выплеснуть всю свою злобу. Однажды он дрался с тремя собаками подряд. Потом с волком. Потом с двумя собаками сразу. И всегда Клык побеждал. Иногда легко. Иногда с большим трудом. Осенью, когда выпал первый снег, Смит взял с собой на пароход Клыка и поплыл в город Доусон. Слава о Белом Клыке прокатилась повсюду. Смит за деньги показывал зевакам своего бойцовского волка. Время шло, и драться приходилось всё реже и реже. Никто не хотел ставить своих собак против чемпиона. Индейцы ставили против Клыка волков, рысей. Весной в Доусон приехал некий Тим Киннен. Он привёз с собой Бульдога. Против него Клык впервые не бросился в атаку сразу. Он рассматривал противника. Бульдог по кличке Чироки тоже не атаковал. Считал ниже своего достоинства бросаться первым. В общем, бой начался. Клык атаковал, Чироки спокойно бегал. Очень скоро Бульдог был в крови от укусов и порезов. Но его это совсем не волновало. Бульдог был спокоен. И улучив момент, Чироки схватил Клыка зубами за горло и уже не отпустил. Клык прыгал, крутился. Но Бульдог челюсти не разжимал. На Клыка уже никто денег не ставил. Всё было понятно. Но только Смит делал ставки на своего волка. Он начал дико смеяться. И это подействовало. Клык снова поднялся. Но очень скоро снова упал. Внезапно появились двое парней, которые проходили рядом. Они увидели толпу и подошли узнать, в чём там дело. А тем временем челюсти Бульдога всё сильнее сжимались на горле Клыка. Ему уже не хватало воздуха. Когда дебил Смит увидел, что Клык уже не жилец, то подбежал к нему и стал бить его ногами. Один из тех парней быстро приблизился к Смиту и со всей силы кулаком дал ему в голову. Тот отлетел в снег. Потом парень позвал своего друга Мэтта, чтобы он помог ему расцепить собак. Но Чироки Клыка не отпускал. Скотт несколько раз ударил Бульдога по голове. Ничего. Тогда он попросил помощи у обезумевшей толпы. Но люди только кричали. Скотт достал пистолет и попытался вставить его между челюстями Бульдога. Подошёл хозяин собаки. Он попросил не сломать ей зубов. – Да похеру. Если будет нужно, и шею сломаю. Или сам разожми. – Я не могу. – Тогда вали отсюда и не мешай. Наконец челюсти удалось разжать. Тим Киннен забрал свою собаку. Клык еле дышал. Скотт спросил у друга, сколько стоит хорошая издовая собака. – 300 долларов, – ответил он. – А полуживая. – 150? – Тогда Скотт дал Смиту 150 долларов. Он не продаётся. – Или ты продашь его, или я тебе ещё раз голову дам. Выбирай. Уидон Скотт был инженером на золотых приисках. Прошло две недели. Клык поправился. Но злость в нём осталась, а может стало ещё больше. Скотт понимал, что приручить его будет непросто. Они с Мэттом осторожно сняли Клыка с цепи. Волк не понимал, как себя вести, потому что не был на свободе много месяцев. Парни понимали, что Клык может сбежать. Но рискнули. Кинули ему мясо. На этот кусок бросилась другая собака. Клык сразу прокусил ей горло. Потом укусил за ногу Мэтта. – Мда… Придётся его пристрелить, – мрачно сказал Скотт. Тогда Мэтт ответил, что надо дать Клыку шанс. Нельзя ведь за две недели перевоспитаться. У него была такая тяжёлая жизнь. Надо дать ему время. Застрелить мы всегда успеем. Я сам это сделаю. – сказал он. Скотт подошёл к волку и заговорил с ним нормальным голосом. Клык насторожился. – Ведь только что он убил собаку этого белого бога. Укусил другого бога. – Значит, меня должны наказать, – думал Клык. Скотт приблизил к волку руку, чтобы погладить. – Ага. Клык и его укусил. Мэтт побежал за ружьём. Теперь Скотту пришлось сдерживать его, чтобы тот не застрелил Клыка. Клык оставался на свободе. На следующий день Скотт с перевязанной рукой снова подошёл к нему. Пока он спокойно с ним говорил, Клык рычал. Волк для себя отметил, что бог не взял ни хлыста, ни палки, ни оружия. Сначала хозяин бросил ему мясо. А позже стал держать в руках, чтобы Клык сам подошёл к нему и взял из рук. Очень осторожно Клык взял мясо. Бог продолжал говорить, и в его голосе была слышна ласка. О ласке Клык никогда не слышал. Человек говорил и поднёс руку, чтобы его погладить. Клык прижался к земле, дрожал, но не кусал и не убегал. Он ждал, что будет дальше. Скотт гладил волка, а волк рычал. Он ждал какого-то подвоха. А подвоха не было. Скотт сделал то, что никто ранее не делал для Белого Клыка. Он его любил. И взаимная любовь тоже развилась. Правда очень медленно. Клык стал сторожем имущества хозяина. А сам хозяин своей добротой решил искупить все те грехи, которые люди причинили волку. И со временем Клык проникся к человеку всей душой. Он не знал, как нужно проявлять свою любовь. Лаять он не умел. Прыгать от радости, как щенок тоже. Зато Клык всегда ждал хозяина. В любую погоду. Хозяйских собак он не трогал. Его запрягали вместе с ними. И собаки признали в нём своего вожака. Как-то Мэтт сказал Скотту, что покупка Клыка за 150 долларов была очень выгодной покупкой. Учитывая ту пользу, которую приносил волк. Поздней весной хозяин куда-то уехал. Клык горевал. Ничего не ел. Заболел. Потерял ко всему интерес. Мэтт написал письмо Скотту. Боюсь, что Клык умрёт. И тогда Скотт вернулся. Клык снова был счастлив. Свою любовь он показал так. Просунул свою голову под мышку хозяину и сильно к нему прижался. Скотт чуть не заплакал. Однажды вечером парни были дома. Они услышали, как на улице Клык над кем-то издевался. Выглянули и увидели, что этим кем-то был лежащий на земле человек. Им оказался красавчик Смит. Скотт оттянул Клыка от него. «Вали нахер отсюда», – сказал ему Скотт. И Смит убежал. Клык почувствовал, что хозяин снова собрался куда-то уезжать. Он постоянно скулил. Скотт сказал Мэтту, что не может взять волка с собой в Калифорнию. Он там всех собак перегрызёт. И полиция его заберёт. По чемоданам Клык понял, что завтра хозяин уедет. Он всю ночь выл. – На этот раз он не выдержит, – сказал Мэтт. – Умрёт. На следующий день Скотт запер Клыка в доме, а сам отправился на пароход. Клык жалобно выл. На пароходе Скотт увидел, что на палубе сидел Клык. По ранам на его теле парни поняли, что волк выпрыгнул в окно. Скотт решил взять его с собой. Привыкший к холоду Клык сошёл с парохода в жарком Сан-Франциско. Вокруг были огромные здания. На улицах коляски, кареты, автомобили, лошади, страшные трамваи. А белых богов вообще была тьма. Клык ни на шаг не отходил от хозяина. Скотт посадил волка в вагон с чемоданами. И через час они уже были совсем в другой местности. Хозяина встречали родители. Они обняли его, и Клык сразу начал рычать. Скоту пришлось его успокаивать. Когда подъехали к дому родителей Скотта, навстречу Клыку выбежала овчарка. Ей повезло, потому что она была самкой. А на самок самцы не нападают. Зато овчарка на него напала. Укусила даже. Отец Скотта её позвал. Овчарку звали Колли. Там ещё была одна борзая, Дик. Так отец предложил сыну, чтобы Клык с Диком подрались. А после этого они, скорее всего, подружатся. – Скорее всего, твой Дик отправится на небеса, – сказал Скотт. Отец Скотта был судьёй. Он жил в поместье. Собаки Колли и Дик смирились с тем, что теперь с ними жил Волк. Дик даже хотел подружиться с Клыком. Но Клык этого не хотел. А вот Колли постоянно доставала его. Ведь она была самкой и понимала, что самец ей ничего не сделает. В поместье Суди жили отец и мать хозяина, его две сестры, жена и двое маленьких детей. Это была семья хозяина. Потому Клык должен был ко всем относиться хорошо. Ещё были слуги. Их тоже нельзя было трогать. Однажды местный конюх хлыстом защищал от Клыка курицу, которую Волк хотел съесть. Если бы не Колли, Клык загрыз бы этого конюха. Чуть позже Клык залез в курятник и там загрыз пятьдесят кур. Хозяин был огорчён. Он ткнул Клыка носом в зарезанных куриц и ударил его кулаком. Клык понял урок. Отец Скотта не верил, что теперь Волк перестанет трогать кур. На это Скотт ответил так. «Я его запру на целый день в курятнике, и он не тронет ни одной курицы. За каждую убитую им курицу я заплачу тебе один доллар с золотом. Если к концу дня он никого не тронет, ты скажешь ему, как в суде. Белый Клык, ты умнее, чем я думал». Отец согласился на это пари. Отец проиграл. Со временем Клык уяснил, что трогать нельзя домашних животных, а других можно. Он ездил с хозяином в город и там тоже никого нельзя было трогать. Ни кошек, ни собак, ни вредных детей, ни мяса в лавке. Постепенно Клык превращался в цивилизованную собаку. Но однажды хозяин разрешил Клыку подраться с тремя собаками, которые его постоянно доставали. Клык вопросительно посмотрел на хозяина. Моу, ты точно мне разрешаешь сделать это? Хозяин разрешил. Три собаки были обречены. Прошло несколько месяцев. Клык разленился. Еда всегда была рядом. Никто его не напрягал. Его все любили. Кроме Колли. Та овчарка до сих пор его доставала. Но это были мелочи. Однажды Клык с хозяином на лошади гуляли в округе. Лошадь споткнулась и хозяин упал, сломав ногу. Тогда он сказал Клыку бежать домой и привезти помощь. Клык прибежал на веранду, где сидела вся семья и залаял. Жена хозяина сразу поняла, что с мужем что-то случилось. Время шло и овчарка уже не доставала Клыка. Более того, она с ним заигрывала. И Клык ей отвечал тем же. В это же время из газет стало известно о побеге из тюрьмы одного заключённого. Его звали Джим Холл. Он был конченным отморозком. Ненавидел весь мир. При побеге Холл убил трёх охранников голыми руками. А их оружие взял с собой. За его поимку власти объявили вознаграждение. И многие фермеры в округе с ружьями искали его в горах. Так вот, тем судьёй, который вынес Холлу последний приговор, был отец Скотта. И женщины в поместье боялись, что Холл заявится к ним. Ведь он в зале суда пообещал отомстить судье. Вот только именно в том преступлении Холл был невиновен. Судья посмотрел на два предыдущих срока Холла и впаял ему ещё один – на 50 лет тюрьмы. Там много подстав сделали полицейские. А судья об этом не знал, потому впаял ему срок. А Холл не знал, что судья сам стал жертвой обмана копов. Он думал, что все сговорились против него. Только одна жена хозяина Элис подумала о мерах предосторожности. Она на ночь впускала Клыка в дом, а утром выводила на улицу. И вот как-то ночью Клык проснулся. Он почувствовал, что в доме появился незнакомец. В темноте Клык молча за ним наблюдал. Незнакомец очень тихо пошёл вверх по лестнице. И в эту минуту волк кинулся на него. Началась борьба. Наверху все проснулись и услышали три выстрела. Они спустились вниз, включили свет и увидели мёртвого человека с прокушенной шеей. Это был Джим Холл. Рядом почти без движения лежал Белый Клык. – Ну вот, друг, пришло и твоё время, – сказал Скотт. – Это мы ещё посмотрим, – ответил судья и пошёл звонить. После операции хирург сказал, что у Клыка один шанс на тысячу. У него был перелом задней ноги, три сломанных ребра, большая потеря крови. Три пули прошли на вылет. – Наверное, у него даже не будет одного шанса на десять тысяч, – закончил хирург. Несколько недель за Клыком ухаживали, как за человеком, и он выкарабкался. Хирург ведь не знал, как жизнь закалила этого волка. Он видел только изнеженных цивилизацией людей. Потому был уверен, что Клык не выживет. В день, когда с Клыка сняли последнюю повязку, вокруг него собрались все жители поместья. Клык еле встал на ноги. Он был очень слаб. Потому его шатало. Вышел во двор, где сразу же лёг на траву. Потом он пошёл к конюшне, у которой лежала Колли. Рядом с ней бегало шесть щенков. Вот такая история, друзья!